Дорогие друзья, у меня в руках замечательный курс. Это курс Кей Артур по индуктивному изучению Библии. И рассматриваем мы с вами. Индуктивное – это значит погружение в Священное Писание. Очень простый ответ. Как погрузить нас в Священное Писание? Глубоко. И вот есть некие секреты. Когда мы берем цветные карандаши, ручки и глубоко изучая слова, каждое слово буквально в Писании, находя ключевые слова, выделяем их с тем, чтобы потом увидеть полную картину. Вот это погружение в Священное Писание – очень важный момент. И мы с вами исследуем книгу Руф. Прошли мы с вами уже вот какие интересные темы. Первая – Мааф и Израиль. мы размышляли о том, куда идти. Елемелих идет в Мааф из Вифлеема. С города, где так и назван город Хлеба, идет на маавитские поля, где теряет все своих сыновей и умирает сам. Следующая у нас тема была – это три героини – Наиминь, Орфа и Руфь. Мы рассмотрели их характеристики. Мы увидели, как важно быть Божьим человеком, какой была Наиминь. И она знает Бога, она возвращается к своему Богу. У евреев есть пословица «праведник» – если и семь раз упадет, то встанет. Вот Наиминь прообраз человека, который подкаялся и встал, и вернулся, и он будет благословлен. Офра, отвернувшаяся, она как та неглубокая почва, зерна, где оно было неглубокое, не очень глубоко взошло, испытание трудностей она отошла, она вернулась обратно к себе. А вот Руфь пошла за своей свекровью. И далее интересная история о том, как они пришли в эту землю. И Руфь пошла, не зная, собственно говоря, ничего там в Израиле и никого, вдруг попадает на поле своего родственника Воза, Которому предлагает по совету Наимине взять себя в жену. И Воз на это идет. Значит, вторая наша тема была увидеть Руфь как прообраз церкви. Она из языческого народа, но она идет ко Христу. И Христос обильно благословляет ее, как обильно была благословлена Руфь, потому что она получила наследника, и как обильно была благословлена Наиминь. Не случайно заканчивается книга, что она держит на руках младенца Овида. И он станет прапрадедом великого нашего Гаал-искупителя Христа. Следующая тема была «Почему я страдаю?» Третья тема. «Почему страдает человек, верующая Наиминь, которая могла задать этот вопрос?» Но ее кротость и смирение мы увидели, как за всеми этими событиями все было не случайно. Как не случайно эти оказались поля, Воза. Как не случайно оказалось, что он родственник, что он берет ее в жены, как рождается этот потомок. Как сказано, сеющие с плачем будут пожинать с радостью. Вот что случилось в жизни верных людей. Если верны Богу, трудные обстоятельства ко благу. Следующая тема у нас была о том, где секрет благословений Руфи. Вдова, чужестранка, да еще из вражеского, можно сказать, стана и народа. И как должны были израильтяне относиться к этим народам, было известно, было повеление. Что ничего общего с ними вообще нельзя иметь. Но посмотрите, какая глубокая истина этой книги. Что и мавитянин может быть истинно верным и обрести полное принятие в среде Израиля, как Руфь оказалась признанной и принятой. И Руфь отождествлила себя с Божьим народом, она искала Божьего пути. И несмотря на то, что Ваос, может быть, был и старше, может быть, ей было неудобно выполнять такую роль, предлагать себя в жены, но она решила согласиться и не ставить никаких условий, а если, а как бы. Но он идти так, как нужно, по Божьему завету. И Бог благословил ее. «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную», так говорит пророк Осия. И Руфь, которая не из народа Божьего, стала Божьим народом, больше того, вошла в родословие Иисуса Христа. Следующая наша тема была тема Гаала. Гаал – тот в переводе «кто спасает». Причем это слово относилось к близкому родственнику. Мы рассмотрели в прошлый раз тему земли. Кто должен был выкупить землю и владеть ею? Значит, это тема земли, начиная от Авраама, когда Бог его повел в эту обетованную землю. Исаака, Иакова, двенадцать колен Израилевых. И дальше мы видим, что о земле было дано особое повеление. Никогда не отдавать ее никому, ни в чье полное владение. Не продавать землю. Теперь к сегодняшней теме. А вот тот искупитель, Гаал, который должен был выкупить в Ветхозаветном Левит 25 главу, мы рассматривали в прошлый раз, должен был близкий родственник выкупить землю, Гаал. Это же слово относится, Гаал, к исходу, когда Бог спасал народ и сказал, что выведу из египетского рабства, освобожу вас. Рассмотреть вот этот же искупитель. Мы имеем ли такого искупителя, какого имела Ноеминь? Вот тема сегодняшняя. И мы подойдем к Новому Завету. Евангелие от Луки, 1 глава, 67 по 75 стихи. Прочтите, пожалуйста. Речь идет о Захарии. Когда он исполнился Духа Святого, он пророчествует и говорит, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, сотворил избавление ему. Вот это слово «избавление», «спасение», 69 стих, «воздвиг рог спасения нам, дому Давидову, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими, помянет святой завет свой, «клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших». Смотрите, это пророчество, которое было дано, рог спасения дому Давидову. Вспоминаем Руфь, у которой, когда заканчивается книга Руфь, она кончается именно, что Авид родил Исея, а Исей родил Давида. Вот этот Авид-то он и был сыном Руфи и Воза. И рог спасения, то есть Гаал к Новому Завету, он, сказано, придет тот, кто придет от дома Давидова, и он по избавлению от руки врагов наших и служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Мы видим в Евангелии от Луки 2, 38, когда пророчится Анна здесь, что она сделала, когда Мария и Иосиф принесли Иисуса в храм. И вот это слово «избавление в Иерусалиме», оно очень важно в связи с темой Гаал. Римлянам 3, 23, 24. Что это за избавление? Для кого это избавление? Почему нужно избавляться? Говорит в послании римлянам, «Все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». Итак, Гаал в Новом Завете предречено, что он придет, Мессия, Спаситель. От чего избавлять? От греха все согрешили. Ефесианам 1, 7. В нем, в этом Гаале, в искупителе, в избавителе, в нем мы имеем искупление кровью его, прощению грехов по богатству благодати его. Колосинам 1, 14. В котором мы имеем искупление кровью его и прощения грехов. Мы знаем, о ком идет речь. О Господе Иисусе Христе. От чего же избавляет Иисус? Христос. Зададимся вопросом. Евангелие от Иоанна 8, глава 34 стих. Что сделал грех с человеком? «Истинно, истинно говорю вам», говорит Христос, Иоанна 8, 34. «Говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Грех сделал человека рабом. А раз раб, народ израильский был в рабском, в рабстве, помните? Это впервые упоминание Гаала. Он нуждался в избавителе, в спасителе. Теперь к Новому Завету, когда сказано, что все согрешили. А раз все согрешили, все в рабстве. В ком они нуждаются? В избавителе. И Иоанна 1, 28-29. Это происходило в Вифаваре при Ордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Тот, который берет на себя грех мира, то есть искупает. И теперь давайте мы посмотрим эту параллель спасения от египетского рабства со спасением в Новом Завете. Если все согрешили и лишены славы Божьей, и, как сказано в Деянии 14-20, нет, 14-12, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. То есть никто не может дать этот выкуп. Вот не будь, Вооза, близкий родственник, ближе был Вооза, сказал, не выкуплю. И здесь мы видим, Христос не случайно назван родственником. Евреям 2 глава 17-18. Посему он должен во всем уподобиться, это о Христе, он во всем должен уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Кто должен был, Левит 25, выкупать землю и оставить семя умершему брату? Родной брат. И здесь Христос не случайно, сказано, он уподобится братьям, он наш брат. Он тот Гаал, который должен, который согласился выкупить нас. И когда забеременела Мария, было сказано, Евангелие от Луки 1, 30-35, прочтите внимательно эти стихи, сказано, что ты обрела благодать у Бога, зачнешь в очреве, и тот, кто в очреве, он будет велик, наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, и будет царствовать вовеки, и царству не будет конца. Вот как та земля, которая никогда не должна была уходить в чужие владения. Вот здесь царство Христа, которое принадлежит только Ему, как земля, которая должна была все время оставаться в уделе. Христос пришел, чтобы вернуть нам этот наш удел. И Он оделся во что? Как совершилось это спасение? Он оделся в плоти кровь. Филиппийцам 2 глава очень красочно об этом говорит, что Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Вот каким пришел наш брат, наш искупитель, наш Гаал, как этот добрый Вуос, который вдруг появился на арене в жизни Руфи. И не случайно они прообраз Руфи, церкви, а Вуос Христа. И как Вуос с Руфи объединили свой союз в священный брак, так Христос называет церковь своей невестою. И когда он придет второй раз, он придет именно за невестою. И будет этот небесный брак. Обратим внимание на те обязательства родственника. Что требовалось? Мы видим, что в четвертой главе родственник должен был выкупить поле. Да? И он должен был выкупить потом не только поле, но и саму Руфь. Потому что закон, левит, 25 глава, предполагал, что если близкий родственник продал, продает землю, то землю необходимо выкупить. И здесь интересно увидеть, как Исаия, это очень глубокая связь с пророком Исаии, 52 глава, 3 стих. Так говорит Господь, за ничто вы были проданы, и без серебра вы будете выкуплены. Видите, какой глубокий образ? «Если серебром нельзя было заплатить за искупление человека, чем еще?» спрашивается вопрос. «Драгоценную кровью Иисуса Христа». И совсем немножко еще посмотрим. Левитам, 17 глава, 11 стих. «Душа, тело в крови». Это к тому, что какой выкуп. «Душа, тело в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Кровь Иисуса Христа очищает душу. «Если там только выкупалась земля и восстанавливалась семя». Это глубокий прообраз того, как несравненно много невозможно объяснить словами, что совершил Христос на кресте. Это искупил наши души. Он выкупил их из ада, из огненного озера. Он выкупил их и дорого заплатил. И, наконец, еще один стих. Евреям, 9 глава, 22 стих. «Все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения грехов». Видите, какое искупление. Не серебром, золотом вы искуплены, но драгоценную кровью Господа Иисуса Христа. То есть Христос, Гаал, выкупил нас, как некогда вас заплатил. Гаал, Христос, заплатил своей жизнью. Вдохновляет ли вас это, дорогие друзья? Он становится сыном человеческим. Он становится нам близким родственником, кровным родственником. И он сделал все, чтобы заплатить и взять нас из ада. Спасай взятых на смерть. Мы были взяты на смерть изначально. Согласились, пошли на это. Потому что отвернулись от Бога, все согрешили, лишены славы Божьей. Но Христос искупил нас. Как сказано, Он дал себя за нас, послание Титул 2,14, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ближайший родственник Наимине не пожелал подвергнуть опасности свое собственное наследство, чтобы взять в жены русь. А Иисус пожелал отдать самого себя без остатка, заплатив немыслимую цену за нас, как за свою невесту. Вот, дорогие друзья, что значит Гаал выкупил нас. Христос ближайший нас родственник. И Бог уже не где-то там далеко, высоко, а я здесь вот один, а Бог мне нужен только когда что-то случилось или по воскресеньям. Но Бог, который хочет с нами быть близко, я недалеко от каждого из вас, не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Я ваш брат. И этот брат по закону, который существовал в израильском народе, Ливерата, выкупил нас, чтобы, имея цель, какая была цель искупления в Ливерате, выкупления земли, и чтобы было восстановлено семя, так и здесь Христос выкупил нас, чтобы приобрести нас в себе в качестве невесты его. ваше. Спасибо за субтитры, Продолжение следует...